Единый мир Казахстан успешно справляется с этой задачей, взяв курс на демократизацию, инновационное развитие экономики, обеспечив внутреннюю стабильность и единство в многонациональном государстве. Сегодня Казахстан успешно интегрируется в мировое сообщество. При этом мы зарекомендовали себя не как сторонние наблюдатели, а как страна, активно участвующая в решении общечеловеческих и общемировых проблем. Успешные интеграционные проекты президента страны Нурсултана Назарбаева нашли свое отражение в создании Евразийского экономического сообщества. Они уже заложили основу для создания таможенного союза трех стран – Казахстана, России и Беларуси. В предыдущих фильмах мы рассказывали о положительном влиянии таможенного союза на экономику Казахстана и возможностях, которые открываются для отечественных товаропроизводителей и экспортеров. Ну а сегодня мы расскажем вам о преимуществах, которые получит Казахстан после вступления во Всемирную торговую организацию. Всемирная торговая организация способствует взаимовыгодной торговле между странами, основанной на равных условиях и понятных правилах игры. Организация была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Членство ВТО сделает Казахстан полноправным участником системы международной торговли. Наши товары смогут получить доступ на рынки всех стран-членов ВТО. Процедура вступления в ВТО – это достаточно сложный процесс. Каждая страна пытается выторговать для себя наиболее благоприятные условия. Казахстан – не исключение. Как договоришься, так и будешь жить. Мы находимся на таком завершающем активном этапе. Но, конечно, очень трудно сказать, что в такой-то день мы завершим эти переговоры, потому что все зависит от того, как мы договоримся. И в ВТО есть правило – ничего не завершено, пока все не завершено. Наша страна подала заявку на вступление в ВТО еще в январе 1996 года. Но Казахстан не торопился стать членом Всемирной торговой организации. Учитывая всю важность и последствия этого членства, важнее было предпринять решительные шаги, чтобы обеспечить себе наиболее выгодные условия. Я считаю, что у каждой страны должно быть суверенное право на применение или проведение той политики, которая отвечает наибольшим образом ее интересам, интересам предприятий, интересам потребителей. Поэтому переходные периоды для нас важны. Мы настаиваем на переходных периодах для, как я уже отметила, казахстанского содержания. Мы настаиваем на переходных периодах, которые мы предоставляем в свободных экономических зонах, именно по импортным таможенным пошлинам. А налоговые льготы, налоговые преференции – это суверенное право каждого государства. Переговоры по вступлению в ВТО никогда не проходили легко. В 2012 году четыре новых страны присоединились ко Всемирной торговой организации. И одна из них – это Россия, чей переговорный процесс растянулся на 18 лет. Но в любом случае, плюсы от членства ВТО стоят всех тех усилий, которые страны предпринимают в процессе вступления. Для инвестора очень важно, что если даже рынок на сегодняшний день по доступу на этот рынок услуг открыт, что он завтра по тем или иным причинам не закроется или не будет ограниченным. Именно поэтому важно вступление страны в ВТО, где оговариваются эти условия. Это и есть суть этой предсказуемости инвестиционного климата в стране. То есть мы говорим, что эти рынки открыты. Иностранные компании наравне с казахстанскими компаниями могут конкурировать на этом рынке услуг. Каковы преимущества вступления? Прежде всего, это выгода членства глобальной организации, которая обговаривает и регулирует торговые правила. На местном уровне, основываясь на нашем внутреннем анализе, мы видим, что вступление является очень важным инструментом для продвижения внутренних реформ. Платформой для создания прозрачного и предсказуемого торгового режима и механизмом для усиления конкурентоспособности частного сектора. Это очень важно, в особенности для инвесторов, которым важна предсказуемость и прозрачность торгового режима. Однако не стоит забывать и о членстве Казахстана в таможенном союзе. На первый взгляд может показаться, что защита внутреннего рынка от третьих стран противоречит принципам свободной торговли, декларируемых ВТО. Но это не так. Но с их стороны общее понимание есть о том, что это таможенный союз, у нас общая политика, и мы не можем принимать обязательства, которые будут отличаться от другой страны члена таможенного союза. У нас одна и та же переговорная команда ведет переговоры как внутри таможенного союза, так и по вступлению в ВТО. Нет противоречий, потому что создавая таможенный союз, мы сразу обозначили, что мы в будущем будем работать на принципах всемирной торговой организации. А основной принцип – это как раз максимальная либерализация. Однако, создавая таможенный союз и не будучи членами ВТО, мы пошли на то, чтобы временно сделать условия для наших производителей более комфортными. То есть на временной основе дали им, скажем, такую передышку, чтобы встать на ноги. Даже после вступления в ВТО у каждой страны, в особенности это касается развивающихся стран, возникает ряд вопросов, требующих дополнительного согласования. Вступление само по себе является очень сложным процессом, и большинство развивающихся стран принимают определенные обязательства. Обязательства убрать тарифы, открыть рынки. Большинство развивающихся стран всегда имеет проблемы с тем, чтобы подстроиться под обязательства. Иногда этого сложно достичь. К примеру, обязательства по государственным услугам, здравоохранению, образованию, воде, санитарии и так далее. Туризм, торговля, сельское хозяйство и производство всегда в процессе настройки. Это подразумевает создание общепринятых в западном мире условий конкуренции и прозрачности. Именно эти факторы ведут к созданию конкурентноспособной экономики и равных условий для всех компаний, работающих на казахстанском рынке. Все эти соглашения готовили, основываясь на правила и принципы Всемирной торговой организации. Учитывая продвинутость Российской Федерации и Казахстана и желание стать полноправным членом Всемирной торговой организации. Вопрос о том, стать членом ВТО или не стать, ни перед Российской Федерацией, ни перед Казахстаном не стоял. Но стоял вопрос о том, на каких условиях вступить в данную организацию. Это очень важно. Для наглядности возьмем пример нашего соседа, экономического гиганта Китая. Страна вступила в ВТО после 15 лет переговоров в декабре 2001 года. Членство ВТО дало китайским производителям доступ на зарубежные рынки на более выгодных условиях. У китайцев таким образом появился стимул в повышении качества экспортируемой продукции. Взятые Китаем обязательством затрагивали все сферы торговли. С одной стороны, эти обязательства могут показаться невыгодными. Но Китай пошел на уступки ради долгосрочных перспектив. За первые 10 лет членство ВТО экспорт и импорт Китая выросли в 6 раз. Внутренний валовый продукт в 4 раза. Наблюдается приток зарубежных инвестиций в миллиарды долларов. Начала расти внешняя торговля. Увеличилась стоимость рабочей силы, а значит и повысился уровень доходов китайцев. Были созданы и новые рабочие места в отраслях с низкой добавленной стоимостью. Важно понимать, что в ВТО нельзя вступать, не наработав достаточный экономический потенциал. Пока в стране не будут созданы условия для органичной интеграции хозяйствующих субъектов в структуру мировой экономики, в ВТО лучше не соваться. Некоторые страны бывшего СССР ради скорейшего вступления в ВТО согласились на невыгодные для себя уступки. Но их экономики оказались не готовы для столь ответственного шага. Давайте рассмотрим примеры стран, которые не стали затягивать со вступлением в ВТО. Из постсоветских стран в ВТО первой вступила Киргизия. Это решение было очень хорошо воспринято на Западе. Благодаря вступлению в ВТО наш сосед получил новое направление экономического развития и правовую базу, соответствующую международным стандартам. Это помогло Киргизии справиться с мировым кризисом 1998 года. В страну потекли иностранные инвестиции, появились условия для производства и увеличения экспорта. Однако вскоре выяснилось, что киргизская продукция не представляет большого интереса для стран ВТО. Руководство страны пыталось реорганизовать производство, но безуспешно. Сельское хозяйство пришло в упадок. Привозная картошка стоила дешевле, чем местная, а вывозить ее в соседние республики было невыгодно. Из-за высоких таможенных пошлин и расходов на транспортировку. На сегодняшний день возможности очень большие, но не все получается. Все получается, потому что, конечно, для этого, чтобы вывозить наши продукции, они должны соответствовать стандартам международным. Ну, над этим мы работаем уже. Другой пример – Молдова. Страна вступила в ВТО в 2001 году. При вступлении Молдову рассматривали как развитую страну, несмотря на то, что она была одной из беднейших в Европе. К позитивным моментам можно причислить увеличение иностранных инвестиций, рост заработной платы, расширение торговых связей и рост экономики. Внутренний валовый продукт, хоть и медленно, но все же уверенно рос, так же, как и экспорт. Однако при вступлении в ВТО Молдове пришлось согласиться на достаточно жесткие условия, после чего начал расти дефицит торгового баланса. Именно поэтому, глядя на опыт наших соседей, Казахстан не торопился со вступлением в ВТО. Для нашей страны вступление в ВТО всегда являлось стратегической целью. Благодаря стабильному режиму торговли и гарантированной свободе транзита товаров снижаются коммерческие риски. Вступление в ВТО позволит Казахстану на справедливой основе участвовать в торговых и антидемпинговых разбирательствах в отношении казахстанских товаров. С точки зрения улучшения инвестиционного климата, членство Казахстана в ВТО является важным инструментом. В первую очередь нам нужны инвестиции в обрабатывающую промышленность и в развитие высокотехнологичных производств. Эти инвестиции станут катализатором роста и модернизации экономики, появятся новые рабочие места и повысится квалификация отечественных специалистов. Все это увеличит рост экспорта на внешние рынки сбыта. Рост иностранных инвестиций ускорит появление в Казахстане современных технологий. Отечественная продукция будет соответствовать международным стандартам качеством. Повысится уровень товаров и услуг. Это позволит оптимизировать малоэффективные производства, чтобы они смогли выдерживать конкуренцию. Вступление в ВТО положительно скажется на казахстанских потребителях, у которых появится доступ к более широкому ассортименту товаров и услуг по более выгодным ценам. Зачем платить больше? Снижение цен ожидает нас не только на товары иностранных производителей, но и тех местных производителей, кто использует ввозимое современное оборудование. Вследствие этого возрастут объемы потребления. Казахстанцы станут больше покупать. Вступление в ВТО позволит Казахстану войти в международное правовое пространство. Экспортеры и импортеры получат стабильные и предсказуемые условия игры на рынке. Наша страна сможет участвовать в разработке правил, регулирующих мировую торговлю, не забывая при этом о национальных интересах. И вот кроме того, у Казахстана появится доступ к информации об экономической политике членов ВТО. Это, в свою очередь, позволит разработать собственную, более эффективную торговую и экономическую политику. Нельзя забывать и об открывающихся возможностях для импорта отечественной продукции. В этой связи можно припомнить успешный опыт Малайзии, Сингапура и Таиланда. Эти страны добились большого экономического роста благодаря развитию экспортной составляющей. Пример того же Сингапура говорит нам о важности свободных экономических зон, которые, по сути, превратили эту страну в единую экспортно-производственную зону. Казахстан также использует подходящие для нас элементы этих стратегий. И сейчас идет успешное развитие свободных экономических зон. В данный момент их девять. Все это способствует ускоренному развитию регионов, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. У нашей страны были причины не торопиться со вступлением в ВТО. На протяжении 16 лет Казахстан вел постоянную работу над поиском лучших возможных вариантов вступления, ясно понимая всю значимость принимаемых решений. Первым серьезным плюсом для нас стало получение так называемого режима наибольшего благоприятствования. Это привилегия, предоставленная страной-членом в отношении товара, услуги или поставщика услуг другой стране. В итоге она распространяется на остальных членов ВТО. Таким образом, сохраняется принцип равенства. Это одно из основополагающих правил ВТО. Основой экономики Казахстана, по сути, является нефтегазовый сектор. Именно поэтому для нашей страны важно иметь выгодные пути транзита и перевозки. Учитывая влияние мировых цен на нефть для внешней торговли Казахстана, согласование этого пункта стало приоритетным. Основным минусом вступления в ВТО будет давление, которое примет на себя малый и средний бизнес. На внутреннем рынке им придется бороться с импортной продукцией высочайшего качества. Именно поэтому представителям малого и среднего бизнеса придется не отставать от всемирных трендов. В конечном итоге от этого выиграет потребитель. Он своими деньгами проголосует за лучший товар. Нельзя не отметить трудности, которые выпадут на отечественный аграрный сектор, одной из главных экономических отраслей страны. Тем не менее, государство пытается обеспечить устойчивый рост отрасли на фоне появления иностранной продукции на наших прилавках. Изменение внутренних цен повлияет на конкуренцию и в тех сферах, где раньше были тарифы и квоты. Из-за этого трудовые ресурсы перетекут в более прибыльные отрасли. Это повлечет за собой переквалификацию и прочие трудовые издержки. Но не стоит забывать о том, что такого рода вызовы стоят перед всеми странами, желающими войти во всемирную торговую организацию. Руководство страны с самого начала ясно представляло себе весь этот путь и можно с уверенностью заявить, что вступление Казахстана в ВТО не за горами. Вступление Казахстана в крупнейшие экономики Центральной Азии в ВТО усилит организацию, а также продемонстрирует активность этого региона в мировой торговой системе. Мы поддерживаем желание Казахстана вступить в ВТО. Мы знаем, что Казахстан станет достойным членом организации и надеемся, что приобретем надежного друга и союзника в Женеве. Сегодня в ВТО 156 стран. Еще ни разу не было случая, чтобы страна вышла из состава ВТО. Если нет никакой выгоды, если страны страдают, у них есть право выйти из состава. Но на сегодняшний день никто не ушел. Мне кажется, важно, что страны продолжают принимать торговлю не только как инструмент для экономического роста, но и для развития и сокращения масштабов бедности. Мне кажется, что ВТО реально способствует такой точке зрения, так что это не просто экономический рост. Мы также смотрим на то, как экономический рост проникает к людям даже в самом низу. Так что торговля — это не только продвижение товаров, это также передвижение людей, передвижение идей, и это очень сложный и интересный процесс. Рассмотрев все эти факторы, можно сделать вывод, что вступление в ВТО будет правильным и очень нужным шагом для нашей страны. Хотя и очень сложным, но сделав его, мы сможем в полной мере ощутить себя равными членами глобального экономического сообщества. Вступление в ВТО мы должны воспринимать как очередной важный экзамен на зрелость, ведь перспективы нашего дальнейшего развития невозможно рассматривать в отрыве от мировой экономики. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова